Пока счастливые воробьи плещутся в лужи, жители новостройки на проспекте Ленина отнюдь несчастливы. Они вынуждены ежедневно ходить по убитой дороге. Это теперь их единственный выход к цивилизации. Когда мы идем с малышом на коляске, у меня девочка маленькая, два годика, и едут, например, грузовые машины, легковые машины потоком идут. Мы вот между мусорных баков прячемся. Другой, оборудованный ступенями и пандусом, перекрыли забором жильцы новостроек на Петросухово в начале лета. Такое решение они приняли на совете дома, так как назойливые соседи парковались на их территории и выбрасывали мусор в их бак. Теперь жители многоэтажки на Ленина попадают на ту сторону лишь окольными путями. Самое интересное, дети лазят вот здесь. То есть им удобно так? Да, им удобно. Они пролазят под низом, они пролазят между решетками. А вы не пробовали? Нет, спасибо. Я как бы худенький, да, я все понимаю. Но за здоровье я за свое и чужих детей тем более я переживаю. К слову, носить мусор жильцы уже давно перестали. У них появился свой бак. От парковок готовы отказаться, лишь бы ходить по безопасному тротуару. Но петросуховцам, видимо, все равно. Спиливать забор они не намерены. Жители Ленина 195 очень жалуются. За последние пару месяцев жители многоэтажки обратились в несколько инстанций, в том числе и администрацию Октябрьского района. Там нам пояснили, что этот забор стоит на границе наших земельных участков. И то есть можем распоряжаться по идее и мы им, и они. Если мы также проводим собрание и признаем, что этот проход нам действительно нужен, мы его просто спиливаем. Но самовольно спиливать они не хотят. Ведь пешеходный проход, который сейчас заварен, был предусмотрен проектом дома. Данный факт в телефонном разговоре нам подтвердил и сам застройщик. Считаю, что жители Петросухова не должны перегораживать проход жителям Ленина 195, потому что забор не их. И даже если бы он был их, они не имеют это право делать. Можем убрать, но мы предлагаем жителям обоих домов договориться между собой. И в целом не чинить друг другу препятствий. Но договориться не получается. Жители уже направили жалобу в прокуратуру города с просьбой разобраться в ситуации. Ведь, по сути, выход в случае ЧП у них только один. Давайте на минуту представим. В многоквартирном доме произошел пожар, а у людей только один путь спасению – та убитая дорога. Ну, конечно, можно последовать примеру детей и пролезть под заваренным забором. Если, конечно, не застрянете. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.